Всем привет! Вы на канале Жизнь на курорте. Сегодня я вам хочу показать свой огород. Что я сейчас уже делаю с чесноком. Как у меня выглядят помидорки в теплице. Как выглядят огурцы. Что у нас с клубникой. Да и вообще. Расскажу еще, что у нас произошло несколько дней назад. А произошло у нас... Мартин гулял в огороде. Итак, заходим в теплицу. Во вторую. Где у меня растут помидоры. Они уже высотой... Ну, наверное, метр есть. У нас уже давно завязались плоды. Вон, видите, кисточка висит. Уже вторая кисточка пошла. Вот на одном растении, да. Ну, и так же на других растениях тоже. Ну, где-то по одной кисти, где-то по две. Значит, я обрываю все пасынки. Веду в два ствола. Пока это у меня получается. До первой кисти Я практически все срезала листья снизу. Оставила перед первой кистью Один лист внизу. После того, как кисть начнет уже краснеть, Этот лист я тоже срежу. И над этой кистью Следующие листья тоже буду срезать. Это так я ухожу за своими помидорками. Значит, морковь мы уже едим свою. Она выглядит вот так. Мне очень нравится эта морковь, Потому что она ранее называется Для детского питания. Первый сбор. Первый сбор. И предназначен для детского питания. Значит, баклажаны выглядят вот так, Но еще не цветут. Здесь я подсеяла руколу. Немножко кинзы. Ну, щавель тоже растет. Все хорошо. Базилик высадила. Капуста начинает завязываться. Перцы цветут. Но у меня огромная проблема, ребят. У меня очень много тли. Просто очень. И не только у меня. У моих соседей тоже. И все жалуются. Чем, говорят, только не обрабатывали. Не помогает. Вот я тоже обрабатывала от тли. И видите, как пожгла капусту этим раствором. Обрабатывала я нашатырным спиртом. Как многие советуют. На 10 литров воды. Флакончик нашатырного спирта. 40 мг там. И 50 мг зеленого мыла. И в итоге, видите, как пожгла капусту. Также пожгла и перцы. И тля, как вы можете заметить. Здесь плохо видно сейчас. Где-нибудь найду листик, который прям сильно видно. Вот. Тля никуда не ушла. Она как была, так она и есть. Но листья при этом почернели. Так что, такие вот дела. Сегодня вечером буду обрабатывать от тли биопрепаратом. Который я уже использовала раньше. И он мне хорошо помог. И ничего он не обжигает. А биопрепарат называется фитоверм. Он уже проверенный. Нашатырным спиртом я первый раз обрабатывала. Многие советуют. И блогеры, и соседка советовала. И, как видите, все плачевно. Тля не сдохла. Но растение я пожгла. Значит, огурцы выглядят у меня вот таким. С таким видом тоже куча тли. Вот просто. Некоторые огурчики длинненькие, некоторые поменьше. Как-то они в разнобой в этом году у меня растут. И вообще, в этом году что-то в этой теплице у меня не лады. Тоже очень много тли. Смотрите, все огурцы в тле. Уже есть завязи. Но фитоверм, чем он мне нравится, это биопрепарат. И он за два дня полностью исчезает. Так что можно им обработать. И через два дня уже кушать плоды. Тоже видите, завязь какая наливается. Скоро будут свои огурцы. Сейчас сходим, посмотрим, что с чесноком. Горошек едим. Все, чуть-чуть едим. Покажу свою бедную клубнику. Вот чеснок. У меня уже начинают стрелки. Вот так вот закручиваются. Вот как только они уже закрутились, эти стрелки я обрываю. Обрываю. Только оставлю всего лишь 3, может быть 5, для того, чтобы знать, когда уже пора выкапывать чеснок. То есть стрелочка полностью созреет, раскроется. И тогда уже можно выкапывать чеснок. Ну и плюс ко всему, я соберу с них семена, бульбочки. И вот как вот этот чесночок высажу. Домолаживание чеснока называется. Теперь смотрите, моя бедная клубника. Как вам? Нравится? Супер, да? А это Мартин у нас гулял. Все подгрыз. Обгрызал, поломал, пообгрызал. Сам вышел. Уток выпустил. Курочек выпустил. Они мне тут курочки, значит, саму клубничку грызли. Клевали. А Мартин листики. Топтался он у меня тут. Вот, видите? У меня так топтался. А как так получилось? Мы уехали в лес за грибами. И вечером соседка звонит и говорит. А у вас Мартин с пернатыми с вашими по огороду гуляет. Я думаю, ну все, хана всему. Ну, слава богу, он гулял где-то всего лишь часик. Может быть, два. Я не успел сильную проблему сделать. Но все-таки не всю клубнику он обгрыз. Видите, какие шикарные листья еще остались, в принципе. Клубнику мы уже собираем давно. Ну, как давно? Может быть, с недельку. Вот что-то. Это вот дожди были. Загнила клубничка. Клубничка и покрупнее есть, и помельче. Всякое разное. После того, как я соберу урожай, я весь кус клубники буду срезать. Это делается для того, чтобы на следующий год хороший урожай был. И пока клубника цвела и наливала плоды, я все усики убирала. Не забываем ставить лайки. Инжир уже хорошо пошел в рост. В основном вот молодые побеги снизу. Ну, конечно, есть и на веточках. Где-то уже побольше. Вот веточки, например. Где-то поменьше. Где-то только почки просыпаются. Дождусь, пока все почки проснутся. И там, где не проснутся, просто обрежу ветки. И все. Вот эти ветки подрастут. И тоже буду прищипывать, чтобы из каждого между узлом листика будет появляться фига. Так называемая. Так, что еще хочу вам показать? Хочу вам показать малину. Малина тоже от Мартина пострадала. Видите? Обгрызал. Вот такой у нас конь. Как же так получилось, что он вышел? Я вам сейчас пойду туда и покажу. Видите, какая клубника у меня. Не знаю, не видно, наверное. Вот мы сейчас усыпаны. Куст просто усыпан. Для того, чтобы было много плодов, я каждый год обрезаю листья. Вот они такого размера примерно. Есть покрупнее, есть помельче. Вот один куст. Видите, сколько клубники на одном кусту. Я считаю, это достаточное количество. Вот. Сейчас я вам покажу. Это вот кабачки у меня уже так и выглядят. Кстати, здесь уже видела на кабачках маленькие зародыши цветочков. Так что тоже скоро уже будут свисти кабачки. В общем, как получилось, что Мартин вышел? Перед тем, как уехать, конечно, я у всех убрала. У пернатых, у Мартина напоила их, накормила. Мартину сюда положила сено большое количество, чтобы он мне не был голодным. И закрыла шпингалет. Обычно закрываю вот так. Но в тот раз, я не знаю почему, просто не обратила внимания, что я закрыла наверное, как-то вот так. И когда он высовывает сюда морду, начинал так вот шатать, шатать, шатать. И в итоге шпингалет получается так шатался, шатался, шатался. И открылся. Он вышел, выпустил всех. И они пошли обгладывать мой огород. Так что такие у нас были новости. Я когда, конечно, приехала, я думала, ну, то есть после того, как соседка мне позвонила, не аж плакать хотелось, потому что я представляю, что Мартин вместе с утками, с курами мог бы здесь мне натворить. Вот, но благо, что он вышел, это уже вечером. И когда мы приехали, он спокойно стоял, ел сено в синяке. Типа я тут не при делах, я тут стою, сено ем. Я нигде не был, ничего плохого не сделал. А пернатые уже спали у себя дома. И тоже такие деловые. Спят. А что, мы нигде не гуляли, мы тут дома спим, мы не при делах. Вот. И поэтому, если бы они целый день так вот гуляли, они, конечно, бы съели весь мой огород и вытоптали бы, и ущерба было бы очень-очень много. Но благо, что все-таки они гуляли, может быть, часик. Я не так сильно расстроилась. Значит, ребят, смотрите, огурцы. Это уже на улице огурцы. У меня здесь раз, два, три, четыре выросло. Два я подсадила, потому что не взошли. Это китайские огурцы, длинные. Почему я их сажаю? В прошлом году я посадила три кустика в теплицу. И получилось так, что мы продавали излишки. И моим покупателям очень они понравились. Говорят, для салата просто шикарные огурцы. И я решила в этом году посадить их на улице, так как они в основном пчелопляемые. Но посадила вот только, получается, шесть кустиков. А вот здесь между в центре, видите, это кураж. Мой любимый кураж. На этой грядочке посадила их пораньше. И они уже довольно-таки крупненькие. А на вон той грядке тоже кураж. И здесь чуть-чуть полгрядки тоже кураж. И я их посадила чуть попозже. Чтоб они были немножко попозже. Вот. Кураж очень мне нравится. Они и консервированные вкусные, и соленые вкусные, и свежие идеальные. Очень тонкая кожура, очень сладкие. В общем, бомбовские. Это не реклама, это просто мало ли может кому-то нужен будет сорт выбрать. Но он, конечно, лучше всего, этот кураж для теплиц. В теплице он прекрасно себя чувствует. Это дочкин огород. Кинза уже пошла в стрелку. Горошек у нее тут вот подрастает. Этниску уже съели. Так, что-то я вам еще хотела показать. А, хочу вам показать, что много информации по поводу лаврового листа. Как он растет на улице. У нас южный регион, по идее, он у нас должен расти прекрасно на улице. И все в один голос ствердят, что лавровый лист любит солнечное место. Вот, посмотрите, посадила я на солнечное место. Он у меня рос дома, лавровый лист. У меня еще, думаю, остался один кустик. Так что ничего, дома так и будет. А один куст вот высадила на улицу. Видите, он весь подсолнечными лучами сгорел. И был у меня еще один маленький отросточек, череночек. Я укореняла лаврового листа в прошлом году. Он же чуть подрос. Вот он. Я его высадила в тень. Но высадила его два дня назад. Хочу посмотреть, как он будет в тени себя чувствовать. Если точно так же почернеет, соответственно, на улицу, я больше высаживать его не буду. Если с ним все будет хорошо, то тогда зимой я просто его буду на всякий случай закутывать в нетканный материал специальный для растений, чтобы он зимой перезимовал, не замерз. Вообще, буду наблюдать, что с ним произойдет. Но вот то, что на солнечном месте сажать нельзя, это однозначно. А это у меня гранат, который скоро зацветет. Тоже бутончики. Потом, когда зацветет, я вам покажу. Я его пообрезала. Он очень высокий, вырос. Я прям не жалея пообрезала. Посмотрим. Если честно, так быстро растет, как сорняк. Я его обрезаю каждый год. Он все растет и растет. Еще он такой, знаете, колючий очень сильно. Не очень мне нравится. Он сильно колючий. Ой, ну как бороться с дедлёй, вообще, мани приложу. Все жалуются. Смотрите, вот куда все черное. И муравьи тут как тут. Муравьев, кстати, кормила я бурной кислотой. Делала им вкусняшку с бурной кислотой. Значит, сахар, сироп из сахара такой, прям, чтобы аж густой-густой был. И добавила туда бурной кислоты. Но вот что-то не помогло. Вот они как ходили, так и ходят. И тлю разносят. Смотрите, кишат. А вот это тоже замачивала в бурной кислоте шкорки от банана по одному рецепту. Ну, там один блогер выставлял, хотела посмотреть, поможет или нет. Но вот, как видите, ничего не помогло. Надо будет им еще что-то, наверное, придумать. Наверное, еще им сделаю бурной кислоты побольше. Пусть едят. надо от них избавляться, потому что очень-очень много в этом году тли, муравьев. И они, конечно, доставляют массу проблем. Ну что, ребяточки, напоследок хочу вам показать свои розы. Ну и все, и будем прощаться. Виолку могу показать. Единственная у меня зацвела в этом году. Вообще, она два года живет. Я думала, что у меня больше ее не будет, потому что я высаживала три года назад виолу сюда. Ну вот, один кустик, не знаю, может быть, самосевом получился, либо как, не знаю, выжил. Розочки подъеденные талей. Мне вот это больше всего нравится. Смотрите, какая красивая. Оранжевого цвета. Слава мира, по-моему, она называется, если я не ошибаюсь. И нравится еще черная роза. Она такая, конечно, она не прям черная, но темная, темная. Ближе к черному. Вот она. И всю тлю эту, конечно, я ее руками уже убирала и брызгала. Не знаю, короче, надо будет в таверму развести, но у меня его мало. Хватит только, наверное, на теплице, на две. На розы, наверное, не хватит. А вот здесь я не убирала, только брызгала и все. Смотрите, что творится. Конечно, все розы помрут так, если они так облеплены. Ну, куда? Самое обидное, что все жалуются. Не только у меня такая проблема. Все соседи поголовно. Говорят, даже сильную химию брали и ничего не помогало. Здесь галовая тля тоже у меня на красной смородине. тоже ее ничего не взяло. Это вот галовая тля. Характерные красные пятнышки, такие пупырчатые. Ладно, ребят, ну, а пока беременяшка. Беременяшка, привет! Когда дети будут? Скажи, числа девятнадцатого дети будут. Да, беременяшечка. Скажи, пока. Скажи нам нашим зрителям пока. А пока всем пока. До новых встреч!